Первые минуты для нас были сложными. Крылья Совета очень здорово проводила атаки, играли в отборе. Был очень высокий темп, и мы не сумели этот темп выдержать, вследствие чего мы получили много атак на наши ворота, очень опасных атак и один гол. Впоследствии мы выровняли игру, уже доминировали, да, в первом тайме мы не так много создавали моментов практически, даже не припомню, а второй тайм, первые минуты были очень хорошими, конечно, первые буквально там 4-5 минут мы могли забивать 2-3 мяча, но затем все-таки забили, но тем не менее пропустили очень опасную атаку в конце. И вроде как мы выигрывали по территориальному, в целом преимуществу, да, владения мячом, моментами, но этот гол мог бы, конечно, быть для нас очень обидным, мы могли проиграть, но тем не менее хорошо сыграл Стас Критцук, выручил. Очень напряженная игра, очень жаркая, как и погода, поэтому, да, мы потеряли 2 очка, но все-таки могу сказать, что мы приобрели 1 очко. Добрый вечер, скажите такая, то ли нервозная, то ли непрежная игра в обороне, чем она вызвана была? Недоокценкой, потерей концентрации, почему так нервозная, непрежная игра в защите? Ну, мне сложно сказать, обычно наши центральные защитники играют достаточно спокойно, будем разбираться после игры, с чем это вызвано. Вот, я думаю, что, опять же, мы не ожидали, и в первую очередь защитники не ожидали, что так будет быстро играть крылья первые вот эти минуты на очень высоких скоростях. Вы видели сами, да, то, что я говорил до этого, что первый тайм был не такой целостный, и, конечно, не было Мамаева, который отыграл очень здорово с Грозным, Тереком и Кабаре, это ощутимые потери были для нас, но я думаю, что сезон еще долгий, и те футболисты, которые у нас сейчас есть, они могут друг друга заменять, играть еще лучше, и я доволен сегодня Адилом и Димой Торбинским, да, где-то что-то не получалось, но, тем не менее, я видел их желание и стремление помочь команде и играть на победу. Прежде всего, мне хотелось бы кое-что сделать ясным, прояснить, поскольку некоторые думают, что мы играем только в защитный футбол, Поэтому меня уже задавали эти глупые вопросы Я хочу прояснить, что на последних неделях у нас было 14 полевых игроков Из этих 14 два игрока были с травмами Медицинский персонал и тренеры, реабилитологи сделали много для того, чтобы вернуть их в команду Мы были довольны, что они вернулись уже в команду И еще были два игрока у нас с защищающегося плана Я не говорю о молодежи Я не хочу что-то говорить о моих игроках Я не хочу калечить моих игроков Я хочу их защищать Я знаю, что в настоящий момент моя работа рассчитана на небольшой срок, но я должен их защищать И если они могут играть 15-20 минут, а не больше, я не могу ставить их с самого начала Мы достаточно неплохо контролировали и сдерживали атаки Краснодара У нас было несколько возможностей забить ворота Во втором тайме было намного сложнее Много больше для нас было мешающих факторов от команды, у которой очень хорошее качество Конечно, есть что улучшить Но я думаю, я могу поздравить команду с игрой и с результатом Я думаю, этот результат важен для будущего, для уверенности в себе, для болельщиков Поэтому, конечно, реалистически мы еще не на том месте, где мы должны быть Но мы стараемся подняться Мы стараемся работать без травм и стараемся увеличивать нашу команду И, конечно, уйдет небольшое время для того, чтобы в команду вставить новых игроков И чтобы они вышли в лучшем состоянии Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!